МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А тот заказал стихи у поэта Петроградова. Молодой автор написал стихотворение, воодушевившее композитора на создание бравурного марша. Впервые легендарный Севастополь исполнили накануне дня военно-морского флота в Доме офицеров для представителей командования, членов военного совета, личного состава. Всеобщая премьера состоялась 17 октября 1954-го, в день столетия начала первой героической обороны Севастополя и к 10-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Приезжает сюда Вану Ильич Мурандели, поселяется в Херсонессе, там, где находилась база ансамбля Черноморского флота. Начинаются снова репетиции, снова эмиссары, посылаются не только в воинские части, но уже и на все предприятия города Севастополя, в разные организации, выбирают самых талантливых людей. И так постепенно набирается вот этот огромный хор, ну, по разным источникам, от пяти до трех тысяч человек. 17 октября на стадионе Краснознаменного Черноморского флота собираются жители города. К тому времени многие уже наизусть знали слова песни. По воспоминаниям вот тех, кто там участвовал, день был совершенно весенний, солнечный, все празднично одеты, у людей было такое ощущение, что действительно лето и день военно-морского флота. Ну, и самый грандиозный концерт был как раз-таки на стадионе Краснознаменного Черноморского флота. Собирается туда большой сводный хор. Хором руководят три дирижера. Ансамблем дирижирует Нурадели, сводным хором дирижирует Боголепов, оркестром дирижирует Ветра. Песня «Легендарный Севастополь» настолько точно отображает характер города и его жителей, что стала неотделимой частью истории. Звуки гимна сопровождали нас в русскую весну 2014 года. Под главную песню города люди сделали свой исторический выбор. И уже в новейшей истории севастопольцы не изменяют своим традициям. В октябре 2015-го впервые в истории города горожане отметили день гимна. Легендарный командир морпехов из Севастополя стал героем России. Высшую государственную награду страны, медаль «Золотую звезду» наш земляк вместе с другими отличившимися российскими офицерами получил из рук министра обороны Сергея Шойгу в пятницу. Вы с честью выполнили свой долг. Страна по достоинству оценила вас. Высшее звание Героя России присвоено каждому из вас за абсолютно конкретные дела. А если говорить точнее, то за ваш подвиг. В правительстве Севастополя утвержден законопроект, направленный на поддержку участников СВО и членов их семей. Напомним, в начале октября губернатор Михаил Развожаев давал поручение разработать комплексную программу, сочетающую в себе разные виды помощи Илькот. Я бы хотел сейчас этот законопроект подписать, попросить его подписать Владимира Владимировича Немцева. Мы об этом с ним заранее договаривались. Соответственно, мы вместе ставим первые две подписи и передаем. У нас еще большое количество депутатов законодательного собрания выразило желание присоединиться к этому законопроекту, чтобы он был внесен от максимально большого количества субъектов законодательной инициативы. Закон вступит в силу после того, как его одобрит законодательное собрание Севастополя. Документ содержит несколько мер социальной поддержки, среди которых предоставление земли, бесплатных юридических и образовательных услуг, питание и оздоровление детей, содействие в трудоустройстве. После объявления военного положения в соседних с полуостровом новых регионах страны губернатор Севастополя сделал заявление о ситуации в нашем городе. Так как мы давно достаточно уже работаем в режиме желтого уровня террористической опасности, то никаких особо дополнительных мер, которые сейчас необходимо вводить для обеспечения безопасности в Севастополе, не требуется. То есть мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение. В среду, 19 октября, противник вновь испытал на прочность нашу систему ПВО. Утром на северной стороне Севастополя был сбит беспилотник. Два взрыва жители города услышали примерно в 7 часов 40 минут. О работе ПВО сообщил губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях. Глава города уточнил, что часть обломков БПЛА упала на жилую постройку в частном секторе в одном из садовых товариществ на северной стороне. По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет. Одной из главных тем уходящей недели стал вопрос отопления. В квартирах севастопольцев холодает. Однако в четверг на заседании правительства глава горхоза Евгений Горлов собирался дождаться установления нормативной температуры за окном в средних 8 градусов в сутки, чтобы включить централизованное отопление в городе. 10-11 ноября. Это в смысле исходя из чего? Температурный режим окружающей среды 8 градусов среди сучечной температуры в течение недели. Винсилович, ну вот вы же южанин вроде. Я сибиряк, но честно говоря до 10 ноября я не знаю, как вот тут вот в центре живу, продержаться. Наверное, все-таки так поступим. Ясно, что нормативно там расчеты есть, но это рекомендации. Поэтому вы говорите, что с 26-го мы готовы уже, ну, со сегодняшнего дня, готовы уже, соответственно, рассматривать заявки социальных учреждений. Да, да. Давайте так мы сделаем все-таки. В течение следующей недели будем подключать социальные учреждения, дополнительные работы. Акт тогда корректируем, значит, не с 10 ноября, а ставим начало отопительного сезона с 1 ноября. Но в течение следующей недели будем мониторить, соответственно, погоду. Ну, пока, конечно, терпимо, но 10 ноября это совершенно неприемлемо. В итоге, утром в пятницу губернатор опубликовал на своих страницах в соцсетях решение начать отопительный сезон с 21 октября. Глава города уточнил, что на изменение решения у начали отопительного сезона повлияли сообщения севастопольцев, которые сетовали на низкие температуры в квартирах. Всегда стараюсь опираться не на нормативы, а на реальность. Тем более, что сам живу в Сталинке с централизованным отоплением. Дома терпимо, но точно уже некомфортно, написал Михаил Развожаев. Также в четверг, 20 октября, губернатор города Михаил Развожаев объявил, что Департамент культуры региона остается без руководства. Ирина Романец отставляет должность по личным обстоятельствам и покидает Севастополь. Ирина Васильевна, мы все благодарны вам за работу, которую вы провели в Севастополе. Действительно, мы очень много сделали для того, чтобы придать новые импульсы развитию нашей культурной жизни. И многие вещи, которые сегодня состоялись уже в части взаимодействия с федеральным центром и привлечения дополнительного федерального финансирования, они бесспорно будут развиваться. Но жизнь есть жизнь, поэтому сегодня хотел бы от лица всех наших членов правительства ее поблагодарить, вручить почетную грамоту за работу в Севастополе. Специально или нет, эта неделя стала богата на события в сфере культуры. Состоялся восьмой международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир». В течение нескольких дней на разных площадках в Севастополе бесплатно показывали новые художественные и документальные картины российских кинематографистов. Те, кто здесь присутствуют, они уже приглашены в Севастополь, их фильмы признаны вполне достойными, ну просто вот в какой-то борьбе, в чем-то, может быть, они уступили, они уже достойны всех похвал. Те, кто остался за бортом фестиваля, да, конечно, надо работать, да, конечно, надо стараться. И потом бывают разные фестивали, разные направления, разные, в конце концов, вкусы у членов жюри. Также на этой неделе открылся третий по счету Всероссийский фестиваль профессиональных театров танца «Артбухта». Организатор форума – Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова. В течение семи дней в рамках фестивальной программы любители хореографического искусства могли познакомиться с творчеством коллективов из нескольких городов России. Каждый новый фестиваль – это, естественно, новые участники и новые спектакли. Мы никогда не повторяем непосредственно сами, да, сами программы спектаклей. А вот участники бывают уже, которые у нас участвуют, да, и несколько раз подряд, и, конечно, это и дебютанты, и новички, поэтому гарантированно наш зритель увидит абсолютно новую программу фестиваля. В Орлиновском центре культуры и досуга состоялось торжественное открытие – первое в нашем городе сельской филармонии. Новая концертная площадка позволит приобщить жителей Байдарской долины к культурным традициям, лучшим отечественным и мировым шедеврам музыки. Так сложилось, что в городе Севастополе давно нет филармонии. Она была, но так получилось, что на сегодняшний день все артисты академического жанра являются свободными художниками, и это действительно реальность наша. И мы решили, что нам необходимо объединяться и делать очень важное дело в пропаганде высокого искусства, потому что сегодня, как никогда, нам необходимо прикоснуться к этим шедеврам, к шедеврам отечественной музыки, к музыке Чайковского, к музыке Рахманинова. А село Верхнесадовое скоро получит новый ФОК. Спортивное сооружение уже готово на 85%. Рабочие заняты внутренней отделкой помещений и устройством инженерных сетей. В течение недели начнется благоустройство территории. Да, у нас по контракту срок декабрь месяц. И мы видим некоторые небольшие проблемы, на которые я обратил внимание подрядчика. Хотелось бы, чтобы он их учел. У нас осталось очень мало времени. Готовность на сегодня, считаю, что все-таки отстает от тех графиков и временных параметров, которые мы наметили. Наметил приезд сюда еще раз через недельку, для того, чтобы проконтролировать данные поручения и исполнение их на объекте. До конца года власти хотят закончить и подпорную стенку на 4-й бастионной. Напомним, контракт на работы без проведения конкурса заключили еще в конце 2021 года с компанией из Москвы под названием «Монтаж строй». Общая стоимость работ составила 11 миллионов 400 тысяч рублей. В мае этого года какая-либо активность на участке прекратилась. На дороге остались лежать кучи камней. Подпорные стенки когда-то делаете? Значит, на 4-й бастионной проект прошел экспертизу. Мы его привели в соответствие с требованиями, которые необходимы. До конца года мы выполним полностью 4-й бастионной, закончим работы. Уже приступили к реализации. То есть вышел из экспертизы, сейчас работы опять продолжены. Да, то есть мы сделали, соответственно, усиленную ленточную часть, основу. И сейчас уже подрядчик из тех камней, очищенных, которые остались, восстанавливая в том же самом стиле, который был данный участок. На этой неделе чиновники рассказали, что планируется сделать на двух общественных пространствах в Севастополе. На площади Восставших и в сквере имени Юрия Гагарина. Две недели назад в центре транспортного кольца появился металлический забор. Уже проведены демонтажные работы. Здесь порядка 5000 метров квадратных нужно будет заменить, отремонтировать. Значит, здесь будут у нас обеспечены зоны отдыха. Будем говорить так, нахождение-то лавочки, малоархитюрные формы, которые позволят людям на участке находиться нормально. Ну, допустим, ожидание общественного транспорта. Здесь очень много социальных объектов, в том числе наша городская больница. В марте прошлого года севастопольцам представили проект реконструкции сквера имени Юрия Алексеевича Гагарина. Общественники высказали ряд замечаний и предложений, строители обещали их учесть. Из этого участка, который ежедневно также жители Гагаринского района проезжают, сейчас раскроется очень хороший тематический сквер. Тоже также к концу года стоимость контракта 68, более 68 миллионов, значит, порядка 10 тысяч квадратных метров территории будет благоустроена. О планах благоустроить еще семь общественных пространств в 2023 году глава Департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил на совещании в правительстве Севастополя 18 октября. На эти цели в бюджет заложено 168 миллионов рублей. В 2023 году у нас запланированы средства 168 миллионов рублей на семь общественных территорий. Благодаря решениям вашим выделены средства на 10 миллионов 600, которые у нас сейчас уже подготовлено техническое задание на проектирование. То есть мы планируем в этом году выполнить проекты, чтобы в следующем приступить после доведения лимитов сразу же к реализации этих участков. Объекты отобраны в рамках голосования по комфортной городской среде? Да, совершенно верно. Речь идет о зеленых зонах в районе дома номер 7 по улице Степаняна, между домом номер 4 по улице Маршала Геловани и домом номер 87 по проспекту Генерала Острякова, сквере у школы номер 41 по улице Горпищенко, а также о капитальном ремонте территории в районе церкви в селе Дальнее, сквере ветеранов в Инкермане, парке столетия поселка Кача и о зеленой зоне в районе дома номер 32 по улице Новикова в Балаклаве. На этой неделе стало известно, что севастопольцы смогли защитить еще одну зеленую зону от точечной застройки. Высший судебный орган отказал в рассмотрении жалобы севастопольской компании Сезам ЛТД по делу о скандальном участке Ульяновских дворов. Верховный суд Российской Федерации вынес соответствующее определение 11 октября. Напомним, компания Сезам ЛТД арендовала участок по улице Дмитрия Ульянова 2 с целью возвести там многоэтажку. Однако активисты из числа местных жителей уже более 10 лет всячески стараются защитить эту территорию от точечной застройки. Арендатор несколько раз пытался начать работы и огородить зеленую зону забором, но люди регулярно выходили на пикеты. Теперь власти Севастополя намерены изъять земельный участок по улице Дмитрия Ульянова 2 в пользу города. Также на этой неделе Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с разными организациями города проводит уроки погружения школьников в интересные профессии. Важно понять, готов ли ты связать свою жизнь с тем или иным занятием. По отношению к мастерству актера или режиссера ответ на этот вопрос дети искали в ТЮЗе. Конечно, не всем это нравится, не всем это заходит, так скажем. Вчера, например, девочка вышла и сказала, вы знаете, я так хотела быть актрисой, но я к вам пришла, посмотрела, как это трудно, наверное, я не буду. И это тоже хорошо и правильно, что она не погрузилась в эту профессию, не пришла в институт и потом поняла, что это не ее, а она заранее об этом всем узнала. Чтобы принять участие в этом проекте, у нас есть своя электронная почта, которую могут директора заучить, прислать нам информацию, которую они хотят посетить, какие-то мероприятия, что их детям очень интересно. Есть такие школы, которые сами нас находят, есть родители, которые нам пишут, звонят и говорят, что очень интересный этот проект, спасибо вам. И мы хотим еще и еще. Поэтому у нас есть электронная почта, это cop.sevsobaka.ru. Мы ждем все ваши предложения. Чтобы почувствовать, что значит быть разработчиком компьютерных игр, ребята из школы номер 22 посетили первый урок в Международной школе программирования. Профороки в первую очередь направлены на выявление у ребят именно интереса к сфере, куда они пришли, а в дальнейшем, если у них это им будет интересно, они будут заниматься дальше, то итогом их работы это будет их собственный сайт, а возможно даже серия сайтов, если у ребят все будет получаться очень хорошо. Программы очных профессиональных проб разработаны по 30 профессиям, среди которых, конечно, большинство самые современные и практикоориентированные. Ребята в основном интересуют те профессии, которые связаны с IT-сферой, и огромный интерес вызвали профессии творческой направленности, такие как хореограф, вокалист, режиссер. Директора севастопольских школ встретились на этой неделе с исполняющей обязанности директора Департамента образования и науки правительства Севастополя Ларисой Сулимой в Херсонесе Таврическом, чтобы обсудить внедрение в учебную программу внеурочных занятий в рамках проекта «Россия. Моя история» для учеников с 5 по 11 класса. Планируется, что уроки будут проходить на площадках севастопольских музеев. Для чего это делается? В первую очередь, конечно, для того, чтобы наши школы развивали сетевое взаимодействие, использовали потенциал нашей социокультурной среды города для реализации основной общеобразовательной программы, когда тот же самый предмет – история, литература, музыка, общество знания – можно проводить не в стенах родной школы, а на территории музеев. Это такой же проект, как «Разговоры о важном». Он будет во всех школах страны внедряться снова 2023-2024 учебного года. Мы, Севастополь, уже в этом году участвуем в качестве пилотного субъекта. Он идет в дополнение к основному предмету истории, к обществу знанию. Это 16-часовая программа, которую рекомендовано будет Министерству просвещения проводить как раз-таки за пределами школы. И у нас, у города Севастополя, есть такая блестящая, уникальная возможность делать это на площадке Херсонеса Таврического. Важную дату в истории Севастополя отметил город на уходящей неделе. В полдень 17 октября на месте смертельного ранения Владимира Корнилова на Малаховом кургане собрались сотрудники музея героической обороны Севастополя, представители Черноморского флота, городское отделение Российского военно-исторического общества и местные жители. Вице-адмирал Владимир Корнилов получил смертельное ранение в бедро во время первой бомбардировки Севастополя. 17 октября 1854 года союзные войска выпустили по городу около 50 тысяч снарядов. Последние слова героя первой обороны «Отстаивайте же Севастополь!» стали напутствием для потомков. Он был человеком дела. Он не рассказывал о проблемах, он не сетовал на времена, он делал. И если мы сегодня, вспоминая Корнилова, будем выполнять свой долг, неважно где, но свой долг будем выполнять обязательно, то мы, наверное, этим и прославим память Корнилова. А его достоинство в том, что он был светский человек и в нужный момент отдал все самое дорогое, самое ценное, что у него было. Эта жизнь отдал за Родину.